Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию текст Священного Писания, который записан в книге Откровения, 20 глава, будем читать с 1 стиха. Книга Откровения, 20 глава, с 1 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана исквал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил под ним печать, дабы не прельщал уже народы. Доколе не окончится тысяча лет, после же сего ему надлежало быть освобожденным на малое время». Братья и сестры, мы уже с вами касались этой темы, темы тысячелетнего царства, события, которые загадочные, во многом для нас непонятные. Вот в свете нашей практической земной жизни, те моменты, которые Священное Писание приоткрывает нам сквозь тусклое стекло, я бы сказал, те образы, те короткие тексты, а их много в Священном Писании об этом, нам создается вот картина чего-то необычного на этой греховной земле, когда сам Христос будет править со Своей Церковью, с израильским народом, с остатком спасенным, и с другими народами править на этой земле, обновленной земле, измененной земле, без дьявола одну тысячу лет. Вы знаете, в 1957 году один известный скульптор, советский скульптор, его фамилия Вучич, он подарил, он изготовил особую скульптуру. Кузнец держит в своих руках огромный меч и с силой своего молота перекалывает или изменяет, преображает этот меч на орала. Орала – это, скажем так, средство, которым пашут землю, да, вот крестьяне, особенно в древности. Это была холодная война, особо напряженные отношения между прошлым Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки. Но Америка приняла с благодарностью эту скульптуру, это извояние, это изобретение искусства, и сегодня она находится в одном из парков в Нью-Йорке, напротив штаб-квартиры Объединённых Наций. И там есть такое место, текст Писания, который взят из книги пророка Исаия, 2 глава, 4 стих, там записаны следующие слова. «Он будет судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копия свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Известный текст Священного Писания, братья и сестры, это мечта всех народов, не случайно вот эта скульптура поставлена напротив, недалеко от штаб-квартиры Организации Объединённых Наций, но это только мечта неосуществима. И мы видим, что время проходит, и всё больше и больше человечество подтверждает свою неспособность создать тот мир, которому люди бы хотели и стремятся. Братья и сестры, это пророческое слово, которое исполнится, Священное Писание говорит об этом, исполнится в Тысячелетнем Царстве. Братья и сестры, мы сегодня рассмотрим, кто же будет участниками Тысячелетнего Царства. Прежде всего хочу обратить внимание, братья и сестры, самой главной фигурой, скажем так, личностью, центром всего этого, это будет наш Господь Иисус Христос. Христос Сам будет править этим Царством. Я бы хотел очень кратко сегодня обратить внимание на описание этого Царя. Священное Писание говорит, вот вы знаете, особенность такую, я обратил внимание, читаем Библию по порядку или, может быть, как-то планово, по-другому. Иногда мы не совсем понимаем, к кому это относится, к каким обстоятельствам, к каким событиям это относится. Но когда мы поднимаем какую-то тему и шаг за шагом идем, раскрываем, тогда оно видно, вот к чему это идет, вот что является образом этим, что Священное Писание говорит. Я бы хотел сегодня, если братья нам будут помогать, нам необходимо будет открыть 44-й Псалом, известный Псалом. Неоднократно вы читали и слышали, да? Но в данном случае, братья и сестры, это 44-й Псалом, это пророческое слово о Царе Господе Иисусе Христе, который будет царствовать в Тысячелетнем Царстве. И здесь дается его описание. Второе стихо. И в этом украшении Твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины. И кротости, и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Я пропускаю за сокращением времени, братья и сестры, немножко дальше. Обратите внимание. С один из десятого стиха. Дочери царей между почетными у Тебя. Стала царица одеснуй Тебя в афирском золоте. Царь не один стоит, братья и сестры. Здесь описание царицы. Слышь, черь, и смотри, преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего, и вожелал царь красоты Твоей, ибо он Господь Твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшими из народа будут умолять лицо Твое. Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита с золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к Тебе девы, подруги ее. Братья и сестры, вот так красочно, величественно, в иудейской такой, знаете, красоте, в то, что было понятно на тот момент, когда было представлено, представляется образ царя, который будет наш Господь Иисус Христос в тысячелетнем царстве. Христос будет посреди своего царства. Братья и сестры, я хочу сегодня, прошу прощения, кто, может быть, немножко утомляется, когда много текста Священного Писания. Дело в том, что мы не можем избежать, когда мы подходим к раскрытию этой темы, братья и сестры, наши тексты, они просто помогают представить, увидеть картину общую, потому что все наши понимаем, что настолько это сложная тема, настолько она удивительна, настолько будет преображение, изменение кардинально на этой земле, что просто наши какие-то высказывания, предположения, это будут только наши какие-то идеи, если они будут подтверждаться текстами Священного Писания. Книга пророка Исаия, 4 глава, 2 стих. «В тот день отрельс Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жизни в Иерусалиме». Обратите внимание, здесь упоминается Израиль, Иерусалим и слово «оставшиеся». Если мы смотрим в контексте, мы понимаем, что, да, Израиль пройдет через великую скорбь, через большие страдания, огромные испытания, но тот оставшийся остаток, о котором Священное Писание говорит, вот об этом идет речь. Они будут именоваться святыми, все вписанные в книгу. Братья и сестры, все народы, которые останутся и будут, и войдут тысячелетнее царство, это будет особое отношение к Иисусу Христу. Они будут приходить на поклонение Господу, на поклонение Иисусу Христу. Читаем, книга пророка Захария, 14 глава, 9 стих говорит об этом. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи». Обратите внимание на слово «народы, приходивших против Иерусалима». Мы хорошо знаем, что в конце вот этих событий народы соберутся против Иерусалима воевать, да, Антихрист соберет их. И там события будут особые, да, Армагеддон будет, события, где Господь сойдет с неба и совершится своя величайшая победа. Но народы, которые ходили, да, они будут приходить из поклонения царю Господу Саваофу. 17 стих. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Это тоже известный текст, но это тоже говорится об этом, вот определенный порядок. Не хотите прийти, не придет, дождя не будет. Это показывает отношение к царю Господу нашему. Братья и сестры, участники Тысячелетнего Царства, Иисус Христос Царь. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что в Тысячелетнем Царстве, в Тысячелетнем Царстве будет храм и служение в этом храме. Это один из таких дискуссионных вопросов, но я исследовал этот вопрос тоже и обратил внимание, что описание храма, который будет Тысячелетним Царстве, радикальным образом отличается от описания храма Соломона, храма, потом восстановленного царем Иродом. И, конечно же, его ни в коем случае нельзя путать с тем храмом, который будет в период Великой Скорби, в котором посядет Антихрист и объявит себя Богом, чтобы не путали, братья и сестры. Пророк Езекииль дает описание удивительного какого-то храма, братья и сестры, которого еще никогда не было и никогда его не будет на земле в Тысячелетнем Царстве. Книга Пророка Езекииля – это 41-44 главы. Мы не будем сейчас открывать, потому что это огромный объем материала. Почитайте, пожалуйста, дома есть описание 41-44 главы, описание этого храма. Это очень важно, братья и сестры, и возникает вопрос. Если будет Христос на земле, когда пройдет это все событие, какая необходимость этого храма, в котором будут совершаться служения и даже жертвоприношения будут совершаться? Какая в этом необходимость? Для чего? Какая цель всего этого будет? Братья и сестры, давайте немножечко порассуждаем. Помните, когда был поставлен, построен величественный храм Соломона? Когда все работы были завершены? Когда Соломон совершал молитву в этом храме? И мы читаем, там произошло одно очень важное событие, потрясающее событие. Бог говорит так. Господь является Соломону и говорит ему. Третья книга царств, 9 глава, 30 стих, если не ошибаюсь. «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, Бог говорит, который ты построил, чтобы пребывать имени моему. Там вовек, и будут очи мои, и сердце мое там во все дни». Господь это сказал. Бог пообещал, чтобы очи его и сердце будут во все дни. И особое произошло событие. Помните, слава Господня, что произошло? Наполнило храм. И священники даже не могли стоять, находиться на этом месте. Но когда мы смотрим историю Ветхого Завета, историю израильского народа, эта история описывает нам трагедию храма. Описывает, что происходило на протяжении определенных веков с храмом и с состоянием храма, что происходило на протяжении этого времени. Мы знаем, что после смерти Соломона, когда царство разделилось на Северное и Южное царства, приходили цари. И вот история и Паралипоминон, и четыре книги царств описывает шаг за шагом вот эти события. И часто можно обратить внимание, приходит царь, который не знал Господа или отступил от Господа. Нечестивый царь. Есть такая фраза. «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов». Просестры, что происходило с храмом? Можем себе представить. Там, где Господь освятил, там, где Господь сказал, и сердце, и отчима, и будут там, в этом месте. Давайте только вспомним сокращение времени только одного царя, известного царя для всех нас, Монассия. Помните такого царя? Очень кратко о нем. Четвертая книга царств, 21 глава, 4 стих. Что делал этот царь в храме? «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, «Иерусалиме положу имя мое». Четвертый стих, да, в пятом стихе. «И осорудил жертвенники кому? Всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Воинству небесному, солнце, луне, звездам и всем-всем на обоих дворах дома Господня». Седьмой стих. «И поставил истука на астарты, который сделан в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, в доме Сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек». Понимаем, да, появился этот идол, которым люди кланялись. И таких событий на протяжении истории царей Израильских в отношении храма, братья и сестры, было очень-очень много. Пророк Изекииль, который описывает вначале, в первых главах, вот этот храм, о котором Соломон построил, и о том, что там происходило, это два разных храма, Пророк Изекииль говорит. И он, смотрите, тоже подчеркивает и показывает, какой степень запустения в храме Господнем было. Изекииль, 8 глава, 16 стих. «И вел меня», там было показано в духе, да, то есть вот это видение Изекиилю было. «И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток кому? Солнцу». Вот до чего, братья и сестры, вот что произошло с храмом Божиим, где Господь сказал, «И сердце мое, и отчи мои будут отверстие день и ночь на этот храм». И как результат, братья и сестры, отступления, как вы думаете? «Слава Господня!» Что произошло с ней? Пророк Изекииль в 11 главе, в 23 стихе, я очень выборочно сокращаю время, читаю, «Он видит видение, и поднялась, слава Господня, из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города». Оставил Господь. Что-то подобное уже было, помните, при судье Ильи, помните, когда умирала невестка его, и когда был ковчег завета взят, помните, да, с филистимлянами, что она умирала сказала? Она сказала, «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Братья и сестры, какая трагедия, я думаю, для народа израильского. Отошла слава, и Изякилью это было показано. И обратите внимание, остановилась над горою, которая на восток от города. История храма, или здания, которое было предназначено для поклонения Богу, она очень трагическая, братья и сестры. Помните, Соломон построил этот величественный храм, но первый храм был разрушен, этот в 586 году, царем Навходоносором. Второй храм в Иерусалиме, который был реставрирован, отстроен царем Иродом, он был также разрушен в 70-м году во главе с Титом. Неужели слава Господня так никогда и не вернется? Простите, я подвожу вас к мысли, почему в тысячелетнем царстве будет реально построенный величественный храм, где не будет никаких мерзостей, не будет никаких истуканов, не будет запустения, а будет действительно проходить служение, порядок по замыслу Господа, которое у него было на сердце изначально для народа израильского. Вы знаете, когда мы читаем вот описание этого храма, нового храма, я поражаюсь особенностей, он настолько отличается от всех своим устройствами. Там есть одна особенность, братья и сестры. Когда мы читаем 48-ю главу книги пророка Езекииля, 48-я глава, 43-я глава, «И привел меня к воротам, привел меня к воротам, к тем воротам, которые вращены лицом, обратите внимание, к востоку. И вот, обратите внимание, вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было таким же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу и видение, подобное видением, какое видел я у реки Хафара, и я пал на лицо мое, и слава Господня взошла в храм путем ворот, обращенным лицом к востоку». Братья и сестры, обратили внимание, говорят, я видел такое же видение, какое я приходил обличить и говорить, что произойдет. И вот эта слава Господня, братья и сестры, она возвращается. И пятый стих, «И поднял меня дух, и вел меня внутренний двор, и вот слава Господня наполнила весь храм». Господь верен своим обетованиям, Господь хочет показать в тысячелетнем царстве, когда будет сковано зло, для народа израильского, для всего человечества, вот такой был мой замысел, вот такой был мой план. Что-то удивительное, братья и сестры, я обратил внимание в этой же главе, только в 12 стихе. Помните, в храме было особое место, называлось «Святое святых», куда никто не мог заходить, только первосвященник один раз в год. Чем она была отделена? Определенно, наверное, тканой, да тканью особой. Завеса, что произошло, когда Христос умер? Завеса в храме разодралась сверху, донизу, как свидетельство того, что Господь хочет иметь, имеет право гречи войти. Обратите внимание на 12 стих. Вот закон храма этого, нового храма. «На вершине горы все пространство вокруг святое святых». Где завеса? Где особое место? «На вершине горы все пространство вокруг святое святых». Вот закон храма. Удивительный храм, правда, братья и сестры? Но там есть еще одна особенность. Когда мы смотрим на текст Священописания 47-й главы пророка Езекииля, мы читаем, что из порога храма, я не буду сейчас останавливаться просто своими словами, напомню, гратья и сестры. Я говорю, почему он отличается особым образом. Из порога храма Езекииля видит, что течет вода на восток. Помните, да? И там муж, который с ним, этот поток увеличивается, он становится все глубже и там измеряет. Сначала зашел по щиколотку, потом по колени, потом по поясу, потом уже нельзя было плыть. Но особенность этих вод, когда они впадают в море, что происходит? Все оживает. Все оживает, и рыбы много, и большое благословение, деревья растут по обе стороны этой реки. Мы приходим к выводу, братья и сестры, что это будет храм, построенный в тысячелетнем царстве для того, чтобы, я бы сказал так, восстановилась справедливость Божия. Потому что тот храм и те служения были в запустении. Приходил один царь нечестивый запускал. Приходил его правнук Иосия, помните, простите, внук его приходил, все восстанавливалось, и вычищали храм, и обновлялось, и жертвоприношение, и так было много раз. Поэтому этот храм будет достойный. Возникает вопрос, братья и сестры, мы читаем, что пророк Иезекииль говорит, жертвоприношения будут совершаться в этом храме. Для чего? Могу только предположить, братья и сестры, предположить рассуждение. Понятно, что это будут жертвоприношения, когда Христос уже совершил свою жертву. Опять-таки восстановление. Потому что, когда совершались, братья и сестры, жертвоприношения, тоже были несовершенны, много было нарушений. Хочу только напомнить, братья и сестры, помните, сыновья Илии, священника, помните, да, что они делали? И там написано так, и отвращали людей от жертвоприношения Господу. Вторая глава, первая книга Царств. Отвращали людей от жертвоприношения Господу. Поэтому можем предположить, что тот порядок будет безукоризненный. И это будет как напоминание на прошлое. В Ветхом Завете также было это верой, скажем, на будущую жертву Христа. А в данном случае, скорее всего, это будет как напоминание о том, что Господь совершил. Но больше всего это будет, знаете, восстановленный порядок без каких-либо нарушений. Еще одна мысль. Храм в тысячелетнем царстве, почему нужен, будет центром правления всей земли. Храм в тысячелетнем царстве будет центром правления всей земли. Мы уже читали сегодня из пророка Захарии, я еще раз напомню, Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино. А рог Иеремия дополняет эту как бы картину. 3 глава 16-17 стих возвращения былого величия и славы народа Божьего. 3 глава 16-17 стих книга пророка Иеремия. И будет когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь. Обратите внимание на вот этот текст. Не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Братья и сестры, та ценность, та святыня, которая была, братья и сестры, говорит, и на ум придет, его не будет. Мы уже упоминали сегодня святое святых удивительным образом, да, над горою пространство вообще везде святое святых, потому что Господь Сам, Царь Царей, Господь Господствующий, да. 17-й стих обратите внимание. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Удивительные слова. Иерусалим назовут престолом Господа. Правда отличается от того, что мы имеем сегодня, то, что было в прошлом. Это что-то удивительное, новое и потрясающее. И книга пророка Езекииля, простит-сёстры, я обратил внимание, заканчивается провозглашением самой последней стих. Этот книг интересно заканчивается так. А имя городу с того дня будет. Езекииля, 48-я, глава, 35-й стих. Езекииля, 48-я, 35-й стих. Тоже он об этом говорит, да, он подчеркивает. А имя городу с того дня будет. Какое? Господь там. Поэтому мы говорим, что вот храм, как центр, да, духовности, центр сосредоточения, куда люди обращают взор, будет центром правления всей земли и предметом особого, как бы, поклонения нашему Господу. Следующая мысль или следующая группа людей, которые будут присутствовать в тысячелетнем царстве, братья и сестры, самое, наверное, удивительное. И самое много вопросов, братья и сестры, на которые вам сегодня не отвечу. Это положение церкви в тысячелетнем царстве. Положение церкви, потому что мы верим согласно священному Писанию, что церковь будет с Господом. И она будет восхищена до этого времени. Но Писание говорит, помните, и апостол Павел говорит, очень четко подчеркивает, так всегда с Господом будем. Что произойдет, братья и сестры, до тысячелетнего царства? Я верю, исследуя Писание, прихожу к выводу, что церковь будет восхищена, и на небесах произойдет брак, акция. 19 глава, книга Откровения, повествует нам об этом удивительном событии. И там есть одно слово, братья и сестры, помните, блаженные, званные на вечерю акция. То есть официальная часть, официальная часть совершится на небесах. А после официальной части церемония сочетания, братья и сестры, куда мы приглашаем людей? На пир, на брачный пир. Братья и сестры, поэтому мы можем предположить, что, скорее всего, если будет по-другому, будет по-другому. Но на сегодня мы в немощи люди рассуждаем, видим так. Совершается пир на небесах. Простите, сочетание, брак совершается. А в тысячелетнем царстве пир. Возникает много вопросов, братья и сестры, которых вопросов, которых у меня нету ответа. Но ведь церковь будет в каких телах? В обновленных телах. Люди воскреснут, кто останется, будут преображенных. И Господь будет. Не знаю, братья и сестры, значит, Господь даст возможность, способность, не вижу никаких трудностей в этом. Значит, люди, церковь будут с Господом об этом. И Христос об этом тоже говорил. Когда мы смотрим Евангелие от Луки, 22 глава, 29-30 стих, помните, Он говорит так, «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пьете за трапезу моею в царстве моем и сяйте на престоле судить двенадцать колен израилевых». Поэтому мы видим, что здесь можно, еще пример как бы по образу храма сказать. Помните, что мы говорили сегодня, что в храме было святое святых, было святилище, и был двор для кого? Для язычников. Так вот, почему-то Езекиилю показано, что вот это святое святых нигде-то закрыто, на горе открыто. Говорит, это закон храма святое святых. Так вот, Христос будет церковью как прообраз святое святых. Это особая группа людей. Когда мы смотрим святилище, мы можем предположить, скорее всего, это будет народ израильский, спасенный остаток будет находиться как приглашенный, как гости, но там будет и двор для язычников, там же будут и народы, которые тоже будут находиться. Мы прочитали, что они будут там находиться в тысячелетнем царстве, разделять эту радость и славу Господню. Братья и сестры, я понимаю ту ответственность, о которой мы сегодня говорим, но Писание дает нам как бы общие черты, общее понимание. Не какие-то, знаете, раскрыта такая подробная книга со всеми деталями, поэтому я смею, вот присоединяясь к мысли апостола Павла, он говорит, что мы смотрим как сквозь тусклое стекло, рассуждая гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я от счастья, Павел говорит, а тогда познаю, подобно как я, буду познан. Но мы должны рассуждать об этом. Давайте рассмотрим еще одну мысль, положение израильского народа в тысячелетнем царстве. Итак, мы говорим, Христос царь, он лично управляет, там находится с Господом церковь его, которая находится с ним. Посмотрим кратко за положение израильского народа. Израиль станет главным народом земли. Израиль в тысячелетнем царстве станет главным народом земли. Мы знаем, что на протяжении всей истории этот народ, несмотря на то, что он был избранным Божьим народом, претерпел очень много гонений, презрений, плен. Его пытались уничтожить из лица земли, но Господь особым образом хранил и хранит народ. И сегодня мы видим. Интересно, этот народ будет по слову пророка Захарии, когда мы смотрим 13 глава 8 и 9 стих дает описание пророка Захария перед великой скорби народ израильский пройдет особые переживания, особые гонения. Это будет с одной стороны очищением, это будет спасением для него. Господь только через такие страдания приведет к пониманию Христа народа, что это Мессия, спаситель их. Обратите внимание, как Захария говорит 13 глава 8 и 9 стих. И будет по всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истребляемы, речь идет о израильском народу, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог, мой. Вот где будет кульминация. Дальше Захария, помните, говорит, что изольют дух благодати, и будут плакать, и будут рыдать, как единородно, каждое племя особо. Вот таким путем Господь вынужден провести этот народ. Но с наступлением тысячелетнего царства навсегда закончится страдание этого народа. Братья и сестры, наступит золотой век для народа. Исполнится обетование, которое Господь говорил Аврааму, Господь говорил Давиду лично, Данилу, всему народу, исполнится. И пророк Исаия тоже об этом говорит. 61 глава 3 стих Пророк говорит об этом возвестись, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшения, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города, разоренные, оставшиеся в запустении с древних родов. Братья и сестры, для Израиля это будет время духовного, экономического и политического восстановления на этой земле. И он будет, скажем так, главным, Иерусалим станет главным городом всей земли. Это очень важно. Прокесая в 66 глава 12-13 стих говорит еще так. «Ибо так, говорит Господь, вот я направляю к Нему мир, как реку, и богатство народам, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Какое особое отношение, братья и сестры, какими использует он словами. На руках будут носить вас и на коленях ласкать, как ребенка. После тех многочисленных, многовековых страданий, которые народ израильский прошел, Израиль станет главным, центральным народом всей земли. Иерусалим будет столицей всего мира, как я уже об этом сказал. И об этом тоже пишет пророк Исаия в 60 главе 1-й, 3-й, 4-й стих. Он пишет так, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сияния». Еще раз давайте вспомним пророчество Захарии. Мы сегодня говорили в 14 главах 16 стих, что затем все остальные и всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу для празднования праздника кущей. Особое положение Господь уделит и своему не только народу, но и Иерусалиме. Еще одна мысль очень важна относительно израильского народа, братья и сестры. Израильский народ будет всемирным миссионерами. Это будет народ, который будут проповедовать Слово Божие в тысячелетнем царстве. Они будут возвещать славу Божию. Когда мы читаем книгу опять-таки пророка Исаии, 61 глава, 6 стих, «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете использоваться достоянием народом и славиться славою их». Будут нести, потому что будут рождаться люди, мы об этом немножко сейчас позже скажем. И людям нужно будет помнить свое время, когда-то опять-таки возвращаясь к мысли. Почему это? Для чего? Господь дал народу израильскому в свое время особую привилегию, особую миссию, когда он переселил с Египта, поселил среди языческих племен, чтобы они были возвещали, были светом для язычников, проповедовали, говорили о живом истинном Боге, но, к сожалению, они эту миссию не выполнили. Более того, они сами подпали под влияние и дало служение, дало поклонство, за что были истреблены и наказаны. Братья и сестры, в тысячелетнем царстве народ израильский, как миссионерский народ, прекрасно справится своей задачей и своей миссией. Это очень важно. Братья и сестры, я обратил внимание, что книга пророка Исаии, как и книга пророка Иезекииля, они заканчиваются событиями тысячелетнего царства. Книга Иезекииля пророка, он говорит вначале о той беде, о том состоянии, о том наказании, что происходит, но заканчивается благословением и заканчивается событиями тысячелетнего царства. И книга пророка Исаии то же самое. Пророк Исаии, 66 глава, 19 стих, один из последних стихов и положу на них знамения и пошлю из спасенных от них к народам, обратите внимание, фарсис и пулу и луду к натягивающим луг, к Тубалу и Ивану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. Вот эта роль народа израильского в тысячелетнем царстве, говорит, я пошлю их к тем народам, чтобы они возвещали славу мою. Еще одна мысль, братья и сестры, касающаяся тысячелетнего царства, это положение народов в тысячелетнем царстве. Одна из тоже сложных вопросов, братья и сестры, потому что об этом мы видим ясно в пророческих о том, что будут находиться, но кто не будут, имена, какие эти народы. И у нас есть основание, то, что Иисус Христос, помните, в 25 главе говорит, одна из самых таких трудных, может быть, даже вопросов или глав, когда возвращается Сын Человеческий, слава и великую, с ангелами, да, и предстанут при Ним народы, и Он разделит их, как разделяет на овец и козлов. И одной группе, к которой Он обращается, да, которую овцы называют, Он обращается к Ним и говорит такие слова, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Очень достаточно сложно понять, Господи, это не суд Белого Престола, братья Сестры, нет, ни в коем случае. Христос возвращается в славе, собирается народы, и отношения по принципу, которым Он указывает, «То, что вы сделали одному из братьев моих, то сделали мне». Есть предположения или рассуждения, скажем, исследователи Писания вперед великой скорби, когда будут страшные гонения народа израильских. Тот народ, те люди, которые будут относиться к народу его, к народу израильскому, кто подаст чашу холодной воды, кто окажет милость, не останется без награды. И особое будет отношение у Господа к таким людям. Но мы ясно видим, что народы будут служить Христу, будут находиться они в этом царстве. Книга пророка Сафонии, еще один из пророков тоже говорит об этом, 9-10 стих, он так говорит, «Тогда опять я дам народам уста чистые». Обратите внимание, когда это было за период времени, тогда, говорит, «Я дам уста народам чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Где это существится, когда мы читаем, просто не совсем понятен, но когда мы собираем как пазлс, вот эти истины, нам раскрывается эта картина. Вот где это существится, это событие. Книга пророка Михея, 4 глава, 1-2 стих, «И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будут во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней народы». Обратите внимание, опять речь идет о народах. «И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слова Господа из Иерусалима». Особое, братья и сестры, наступит время на этой земле, когда дьявол будет скован, власть зла будет ограничена только в пределах самого человека. И люди, мы видим, будем вот это преображение потрясающее, когда народы снова, целые народы обратятся к Господу. Братья и сестры, очень кратко, условия тысячелетнего царства. Условия тысячелетнего царства. Что же будет происходить? Библия дает нам некоторые указания, как изменится жизнь на земле в этот период. Когда мы исследовали вопрос, связанный с храмом, с израильским народом, с положением земли, тоже очень важно подчеркнуть, что-то будет происходить с людьми, с землей, потому что мы видим, что земля измененная после грехопадения, через грех Адама и Евы, земля измененная, она изменилась, она проненосит тернии волчисы, людь, человек под воздействием грехопадения кардинально изменился, отношения с Богом потерял, духовно умер, его тело подвержено болезням, смертью, страданиям, что же произойдет? Восстановит ли Господь все эти вопросы? Это очень важно. Что мы видим? То, что с природы будет снято проклятие, с окружающего мира, с природы, то, что мы видим сегодня, братья и сестры, несколько дней назад, сотни людей в Лузиане, Техасе были страшно подвержены вот этому Херрикейну, бедствием, потеряли жилье, и мы каждый раз видим, где же это произойдет, что случится, где извержение вулкана, где землетрясение, где наводнение будет, братья и сестры, все наступит абсолютно в порядок, земля будет восстановлена, на ней не будут проходить, не будут происходить никаких катаклизмов, проклятие с земли будет снято, книга пророка Исаия, 55 глава, мы читаем 18-19 стих, «Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером, сухую землю источником воды, посажу в пустыне кедр, сетим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели, познали и рассмотрели и уразумели, что рука Господня осадила это и святой Израиль сотворил сие». Одно свидетельство происходит проклятие снято с человеческого тела. Как мы уже говорили, человек болеет, страдает, но обратите внимание, снова пророк Исаий обращается и открывает нам какую-то потрясающую картину, 35 глава, 5-6 стих, «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих и отверзнутся, тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Братья и сестры, когда снимается проклятие с человеческого тела, происходит абсолютное восстановление. Мы знаем, что Господь сотворил человека для жизни вечной. И мы видим, в Священном Писании нас поражает вот это свидетельство долготы людей. Адам жил 930 лет, сын его Сиф жил 912 лет, Енос жил 905 лет, Мафусал жил 969 лет, можем себе представить, но потом видим, что грех, грехопадение изменило абсолютно все. И Господь говорит, помните, сначала 120 лет, потом ставят ограничения, 70 лет при большей крепости 80. Это результат греха. Братья и сестры, что произойдет с человеческим телом? Не будет болезни, не будет старения, практически, скажем так, и самое главное, самое важное, не будет смерти. Люди на земле умирать не будут. есть один стих очень важный. Книга пророка Исаия, 65 глава, 20 стих. Важно его озвучить, потому что будут вопросы. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но Священное Писание подчеркивает, какой смерти, но столетний грешник будет проклинаем». Возникает вопрос, в тысячелетнем царстве будет тот, кто называется грешником. Будет сатана скован на тысячу лет, зло источник заограничен, а сам человек, братья и сестры, не изменен. Вот почему написано, что он будет править жезлом железным. Человеческая природа, она остается греховной. Мы уже касались, вспомните, когда закончился тысяча лет, и будет выпущен дьявол на малое время. Что произойдет? Соберет, представляете, как песок морской, огромное число людей, соберет снова против Господа. Откуда будут рождаться люди в тысячелетнем царстве? Это будет огромное число людей, потому что человек остается сам по себе греховным, поэтому зло будет сразу же наказуемо. Мы прочитали, столетний грешник будет проклинаем, смерть будет приходить, как результат наказания за грех. Это очень важно. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о тысячелетнем царстве для самого человека, это будут особые условия, проладоношение земли, урожаи, безопасность. Мы прочитали, в пустыне будет насаждение, будет оазис, будут особые отношения, но человек остался прежним. Поэтому, братья и сестры, тысячелетнее царство имеет свое начало и будет свой конец. Я еще раз хочу подчеркнуть мысль, почему храм, почему те же жертвоприношения, почему все эти условия, которые Господь создаст, Он покажет свой замысел, который Он умел для человека в Едемском саду, Он покажет замысел для народа израильского, Он покажет свой замысел, каким должно быть настоящее полноценное служение, будет все предоставлено на протяжении тысячи лет, но не это является Божьей целью. Мы сегодня какой, братья-регента, первый гимн пели в начале общим пением? О небе. Мы пели о том, что у Господа Господь предназначил нам небо, братья и сестры. Поэтому, когда мы говорим о тысячелетнем царстве, как сквозь тусклое стекло, гадательно опираясь на текст описания, пытаемся по крупицам собрать вот эту информацию, чтобы хоть как-то нам видеть, братья и сестры, то что можем говорить о вечном городе Иерусалиме? Я даже не берусь за эту тему, братья и сестры. Это настолько величие, настолько глубина, настолько тайна. Поэтому, пусть Господь нас благословит. Прежде чем, братья и сестры, мы пойдем в тысячелетнее царство. Так хотелось бы, чтобы каждый слушатель, который находится в нашем доме молитвы, который слышит это слово, обрел уже царство Божие здесь, на этой земле и сейчас. Потому что Христос сказал, царство Божие внутрь вас есть. Пусть Господь благословит, чтобы это царство, которое не есть пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе будет каждым для нас достоянием. А когда Господь придет на эту землю и совершатся вот эти все события, братья и сестры, я убежден, что они будут откорректированы, будут каждый проповедник, каждая книга, каждый богослов, каждая наша мысль, она будет откорректирована самим Господом. Поэтому пусть нас Господь благословит за то, что мы имеем Спасителя, имеем Господа и ожидаем Его, Его славе за церковью своей. Аминь. Помолимся, у кого есть желание.